Субтитры подогнал «Симон» 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 много, не печешься о многом, а Мария благую избрала часть, которая от нее не отнимется. Он так ласково сказал Марфе о том, что да, ты хорошее дело делаешь, правильно, нужно это делать, этого оставлять нельзя, но есть еще и другое дело, это слушать Слово Божие, которое является самым важным в жизни своей. И вот для нас, дорогие мои, именно вот такой путь в христианской жизни как раз и вот показывается в двух этих сестр, Марфа и Мария, труд и молитва. Когда мы с вами трудимся и молимся, тогда проходит какое-то совершенство с человеком, тогда человек именно испытывает некое наполнение в своей душе, потому что молитва получает подкрепление именно таким добрым, хорошим трудом. А когда этого нету, когда есть что-то одно, конечно, этого очень бывает мало. Мы знаем сколько примеров, когда люди именно и молятся много, и, казалось бы, учитывают большие молитвенные правила, но не прикладывают труда над собой, именно труда, к которым нужно приложить труд, труд духовный, труд, то есть именно борение со своими недостатками. Это, наверное, самый главный труд для нас с вами, он очень трудный, потому что мы вот с вами именно погрязшие своих привычек, и как эти привычки к нам прилепляются, дурные привычки, и как трудно они отстают. И вот, и этому нужно, конечно, нам посвящать время именно старания избавления от своих недостатков. И вот этот путь именно показывается в сегодняшнем Евангелии у двух этих сестер. То есть два пути, они очень важны. Труд и молитва, молитва и труд. И нельзя укорить, сказать, трудиться не надо, надо только молиться. И нельзя сказать, что нужно только трудиться, а молиться не нужно. Оказывается, нужно делать и то, и другое. И этого делать, и того не оставлять. Почему же читается это Слово Божие именно в праздник Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснадьева Марии? А потому что Пресвятая Богородица, она как раз и показывает себе именно вот такое устроение своей именно духовной сущности. Она, как мы читаем из Евангелия, как и трудилась, так и молилась. Поэтому и совершенство наше с вами, и избавление, дорогие мои, от чего-то, от греховного, от нашего такого груза, тяжелого, прошлого груза, который каждый из нас с вами знает. Особенно здесь он ощущается, этот груз на себе чувствуется. И вот когда мы начинаем прикладывать труд такой, молитвенный труд, мы приходим к Господу Иисусу Христу. Что приходит? Приходит именно радость, радость того, что мы вместе со Спасителем. А смотрите, ведь если мы к Нему обращаемся, у нас никого не оставлять, никого еще Господь не оставит. Мы это можем почувствовать на себе именно, когда именно вот трудимся так, даже в самых труднейших условиях. И когда мы с вами именно приходим к телу и крови Христовой причащаемся, вдруг мы чувствуем, что Бог-то оказывается здесь, с нами находится, потому что Бог, Он везде, Он везде присутствует, Его везде присутствует, и особенного явное присутствие там, где люди страдают. Потому что Господь именно с теми всегда, кто страдает, кто переживает, кто мучается чем-то, а бывает от кого-то мучается, кто терпит, кто претерпевает, с теми всегда находится Господь. И надо только об этом знать. Надо знать, что Он обязательно находится рядом с нами и почувствовать, что Он здесь рядом с нами. И вот тогда мы именно ощущаем настоящую радость, даже в самых труднейших условиях. И опыт именно вот таких, такого труда, очень такого именно труда на грани, как говорится, жизни и смерти показали наши вот мученики, исповедники, показали именно христианские подвижники, когда именно, находясь в самых невероятных, труднейших условиях, вот, они испытывали именно радость вместе с нашим Спасителем, Господом Иисусом Христом. Как отец Павел Гроздев, еще молодым человеком, будучи в лагере, сидя, он не хотел работать на Пасху, но охранники его избили. А он радовался, радовался того, что именно пострадал вместе с Господом Иисусом Христом. Ему было больно физически, но он радовался духовно, что он пострадал за кого? За Спасителя пострадал, за Господа Иисуса Христова. И вот апостол Павел говорит, что лучше пострадать за праведное дело, чем за неправедное. Потому что, когда человек страдает за дело праведное, он чувствует именно близость к Господу Иисусу. Вот мы, дорогие мои, тоже с вами должны понимать, что наши сейчас, и сегодняшние трудности, здесь находящиеся, и страдания наши, они именно те страдания, которые позволяют нам именно почувствовать близко Спасителя. Вот это чувство такое, люди потом хотят вспомнить это чувство, что Бог был рядом. Даже многие подвижники, когда сильно заболевали, молились Господу, молились так, что душа их горела. И потом, когда они исцелялись, вдруг, как один подвижник, стал просить Господи, пошли мне болезнь обратно. Потому что, когда, будучи он выздоровел, он вдруг стал чувствовать, что он как-то удалился, как-то молитва его ослабло, нет этого огня такого. И он стал просить Господа, верни мне эту болезнь. Почему он этого хотел? А потому что вот это чувство близости Спасителя для него было самое дорогое. И вы, дорогие мои, братья и сестры, именно наша, именно вот близость с Господом Иисусом Христом, как раз именно очень остро ощущается в очень трудных каких-то обстоятельствах, в очень трудных каких-то, ну, событиях нашей жизни, в трудностях, ибо когда молитва даже совершается с трудом, когда ты себя заставляешь молиться, никогда тебе хорошее настроение, тебе приятно, тебе хочется, а когда ты именно себя заставляешь, понуждаешь к молитве, вот такая молитва является именно та, которую слышит обязательно Господь. Потому что здесь Савер прикладывает свой труд, свое понуждение, даже в тех страшных и каких-то обстоятельствах своей жизни. Поэтому, дорогие мои отцы, братья и сестры, я вам желаю, чтобы вот эта именно близость Господа Иисуса Христа, Матери Божией, Святых Угодников, для вас всегда была близка. И вы это ощущали бы, и вы это бы чувствовали, потому что именно тогда наша жизнь становится, ну, как, ну, наполненной. Она наполнена, потому что в ней присутствует Спаситель. А если нет Спасителя в нашей жизни, то это есть другая Личность, которая ведет к совершенно обратному, как устошению человеческой души, гибели. Вот, дорогие мои, что близость только с Господом Иисусом Христом может быть только через труд и через трудности, которые мы с вами с помощью и с Его же помощью можем преодолеть. Аминь. Так что поздравляю вас с праздником всех, с Иконой Божией Матери достойной есть, с престольным праздником, храмом, вашим, вашим престольным праздником, здесь находящимся в этих условиях, заключении находящимся, здесь пребывающих, здесь трудящихся, вот, начальствующих, это тоже это их праздник, всех вас праздник, потому что Матери Божией здесь сама всем управляет, вот, только не все, к сожалению, чувствуют, что это их праздник, вот, когда это почувствуется, тогда вот это будет именно для человека, вот, настоящее понимание, что сегодня именно тот праздник, который, ну, вот, приносит мне именно настоящую истинную радость. Господи. Субтитры создавал DimaTorzok